всем привет вы на канале урал спецтранс сегодня с вадимом в обзоре нас а т.з. да поговоримся много немного об аптечном бизнесе и истории и перспективах ее развития в россии при чем здесь аптечный бизнес я ждал этого вопроса а помните а не при чем нет нет при чем а помните как марта бэнс поехала к родственникам на автомобиле mercedes-benz одним из первых заправлялась в аптеке но как бы заправщиков не было авто за топливозаправочной станции не был в аптеке бензин продавался ну ладно если серьезно да сейчас не в аптеке оказывается первые заправочные станции в россии появились 110 лет назад то есть вот у нас в этом году небольшой юбилей и строили их товарищества братьев нобель был такой альфред нобель изобретатель динамита и который учредил нобелевскую премию вот первые станции появились в тринадцатом 1913 году а сейчас их уже более что-то порядка 25 тысяч по всей россии вот но мы то расскажем конечно про у нас в обзоре мобильная станция заправочная то бишь топливозаправщик на шасси автомобиля шахман емкость 17 кубических метров два отсека пополам равные 17 кубовый топливозаправщик мы уже рассказывали но был у нас на коротком шасси и таких машин у нас на коротком шасси больше не будет это шасси удлиненная колесная база 4 575 миллиметров полный привод и емкость 17 кубов она практически максимально возможна для установки на этом шасси потому что снаряженная масса этого шасси 15 тысяч 900 килограмм почти 16 тонн и полная масса 30 30 тысяч 600 килограмм то есть почти 31 тонна напомню что разрешенная полная масса с произвольную который дает разрешает производитель изготавливать на этом шасси полная масса транспортного средства 31 тонна поэтому вот 17 кубов это максимум полный привод стандартный дускат нашиновка на шинах 315 на 80 на р-22 с половиной двигатель шестерка рядная и пи и чай и пи 12 мощность 430 лошадиных сил коробка 12 ступенчатая синхронизирован 12 передач вперед 2 назад раздаточная коробка с понижающей передачей блокировки то есть ведущие мосты все с межколесными блокировками и блокировка задние тележки межосевая и блокировка имеется раздаточной коробки тоже межосевая предназначен для перевозки транспортировки и временного хранить временного хранения светлых нефтепродуктов и с возможностью их выдачи с одновременным измерением выдаваемого объема цистерна чемоданного профиля изготовлена из низколлегированной стали 09 g2s внутри имеет гасители колебаний на верхней части установлен короб на коробе в связи с тем что это двух отсечный имеется две коры горловины закрытые крышками цистерна у нас изготовлена без лент у нас напомню что есть варианты крепления лентами это без лент значит здесь сделано так что 2 она приварена к лыжементом лыжемента свою очередь установлены на драмнике передний лыжемент он подвижный имеет ось качания вот она ось качания на пальце который вдоль установлен оси вдоль продольной оси автомобиля соответственно при ось качания установлена в передней части где максимально подвижная часть автомобиля то есть при движении по неровностям имеет возможность некую возможность перемещения ну то есть качания в нижней части установлены под качалками установлены дефирующие элементы резиновые которые ограничивают возможность цистерна возможность как раз этого качания подвижность цистерна немного ограничивает но в передней в передней части крепления не жесткие средней части крепления полу жесткие стандартно задней части приварены пластины которые обеспечивают фиксацию Фиксацию самой навески в продольном и поперечном направлении Поскольку база шасси достаточно длинная, места много Надрамник у нас начинается от закабины сразу и до самой задней поперечины За кабиной у нас установлен держатель запасного колеса С разгрузкой колеса на правую сторону, на обочину Для чего у нас имеется механическая лебедка Соответственно ручка находится в зипе Два рукава, условный диаметр внутренний 75 мм Длиной 4 метра каждый То есть при необходимости выполнения технологических операций Они присоединяются через быстроразъемные соединения к системе раздачи топлива Цельнометаллические крылья над колесами задних мостов Установлены ящики, да, песок, кошмар Согласно требованиям дорожной перевозки опасных грузов Башмаки в задней части установлены Подготовка под подключение прицепа То есть имеется такая возможность Выводы пневматические Красная, желтая головка Ну и соответственно розетка семипиновая Для подключения электробороны прицепа Но как обязательно требуем цепочка для заземления во время движения Она при движении топливозаправщика Цепочка должна обязательно быть раскручена и касаться земли В соответствии с требованием дополг Установлены два огнетушителя в пеналах То есть здесь установлено все вместе И система раздачи топлива И узел выдачи топлива Ящик, который у нас находится за кабиной Это у нас ящик зип В нем находится комплект зип Все что необходимо должно быть Комплект зип В том числе и дополнительно прокладки Под горловину Данный клапан Лопата Безогровая аптечка Ну вот я говорил крутилка Под подъем опускания запасного колеса Большой ящик, который у нас находится С оборудованием в базе шасси Одновременно он является системой раздачи топлива Вот сделано быстроразъемное соединение с крышками СРТ Система раздачи топлива На всасывающей магистрали у нас установлен фильтр СРТ У нас здесь предусмотрены два фильтра То есть вот фильтр системы раздачи топлива И второй фильтр Он находится перед счетчиком Который защищает счетчик от попадания Частиц всевозможных Которые сюда попасть не должны Значит Это уже узел выдачи топлива получается Который происходит С одновременным измерением Когда работает топливозаправщик С одновременным измерением объема топлива Это УВТ-40 Условный диаметр 40 мм Есть пистолет Посредством БРС Быстроразъемного соединения Которые закрыты крышечками Один рукав пристегивается К узлу выдачи топлива Один конец Второй конец соединяется с пистолетом Донные клапаны у нас С пневматическим открытием Дублирующего механического Открытия нету Вот блок управления Пневматический Открытием Пневматическим донных клапанов Находится тоже здесь Вот у нас ящики закрыты крышкой Чтобы сюда пыль и грязь не попадала Насос СВН-80 На насосе установлен Такой вот Мотор С гидравлическим приводом То есть за счет того что Гидравлический Имеется гидравлическая система Она позволяет Размещать Достаточно компактно Насос достаточно удобно В принципе в любом месте Хоть сзади Хоть в середине И обеспечивать Таким образом Его работу Но система это Единственное что Она должна быть прогрета В течение 10-15 минут На холостом ходу Система Особенно в холодное время суток Система должна быть прогрета У нас есть вот такой кран На боковой стенке установлен Который управляет гидравлической системой Вот у него здесь есть Положение крана Включение насоса Таким образом Второе положение Вот это Прогрев масла То есть при включении коробки отбора мощности Масло начинает циркулировать в системе Кран должен находиться в таком положении В положении прогрева В течение 10-15 минут Происходит прогрев масла Ну и дальше уже Оператор Водитель включает Насоса Включает рукоятку в положении Включения насоса И можно уже работать насосом Насос СВН-80 У него подача 32-38 Производительность Кубических метров в час При работе насоса Наполнение цистерны Происходит за 52 минуты Слив при помощи насоса За 50 минут И если самотеком Сливать эту емкость То примерно 70 минут происходит Также мы видим Что в ящике Ну в соответствии с правилами Допог требований Должны быть Знаки опасности С собственной опорой Вот они в ящике уложены Ну и В дне Ящика Сделано специальное отверстие Для того чтобы Излишки топлива Которые здесь могут Образоваться Они туда вытекали Краны соответственно Да Их несколько Шаровые краны Которые обеспечивают При переключении Выполнение функций Различных На которые топливозаправщик Предназначен Это То есть Может перекачать Из одной емкости В другую Минуя собственную емкость Может закачать в себя Выкачать под давлением Может обеспечить Раздачу топлива Через узел выдачи топлива Вот Ну и соответственно А ну и слив самотеком Автомобиль оборудован Ну само шасси Также оборудовано Выполнена специальная подготовка Естественно Нанесена маркировка Специальная Которая должна быть Знаки опасности Написано Огне опасно Знак опасности Для окружающей среды Установлены кармашки Под На них В них потом Будет установлен Код Перевозимого груза Два отсека Соответственно Два кармашка Либо одинаковые Таблички будут стоять Либо разные Ну в зависимости от того Что будет Перевозить клиент Лесенка В задней части Выполнено Подъемное ограждение Нескользящая Поверхность Трапик Из просеченного металла Согласно ДОПОК Установлены маячки И Установлена система Сертифицированная Отключение Аккумуляторных батарей Значит Аварийный отключатель Находится рядом С контейнером Аккумуляторных батарей Дополнительный Выключатель Под крышечкой Ну соответственно Закрыт кломбой То есть он Отключает Аккумуляторные батареи Мгновенно Счетчик моточасов Установлен Который Наработку насоса Показывает Тахограф В исполнении EX Так Ну и Что сделано Дополнительно Установлена Клавиша На Включение маячков Которые на крыше кабины Установлена клавиша На дополнительное Освещение наружное Которое включает Для освещения Рабочей зоны Возле Топливозаправщика И Установлена Система Сигнализации В крышках Вернее В горловинах Установлены Датчики Которые Сигнализируют При включении Отсек 1 Отсек 2 Активируется Соответствующий датчик И при заполнении Отсека Включается Вот эта Сигнальная лампа Она включается Сигнализируя О том Что Отсек заполнен Ну соответственно Либо первый Лифт Ну это Активируется Либо первый Либо второй Отсек Вот Из Ну из Дополнительного Оборудования Это все Значит Здесь может быть Установлено По требованию Заказчика Предпусковой Подогреватель И отопитель Независимый Отопитель кабины В этой машине Это не установлено То есть мы видим То есть мы видим Что больше Других Дополнительных Панелей управления Нету Поэтому в принципе Это может быть Установлено Но здесь Этого нету Видимо не требовалось Так ну Наверное все В общем Если кто-то Хочет что-то Установить Пишите Техзадание Отправляйте Вадиму Да Все это Дополнительное Будет установлено Да конечно Без проблем Все установим Телефон На сайте Есть www.uralst.ru Все контакты Там Подписывайтесь На наш канал Ставьте лайки Пишите комментарии Пока Всем пока